Это, пожалуй, единственный признак, который не работает в обратную сторону, если у мужчины прекрасное чувство юмора, он совершенно не обязательно окажется великолепным любовником. Но вот если чувства юмора нет, он точно почти ни на что не способен в постели. Просто потому, что настоящий секс – это не то, что показывают в мелодрамах, неловкие ситуации в постели – дело обычное. И если у мужчины нет чувства юмора, первая же заминка выбьет его из колеи. Хороший любовник начинает сексуальные игры задолго до того, как вы отправитесь в постель. Он прекрасно знает, что предвкушение удовольствия – важная часть интимной жизни, и потому постарается завести тебя заранее. Плохой любовник понятия не имеет, зачем нужно трогать барышню, если штаны спускать еще рано. Так что следи за его руками, если он не делает попыток подать тебе руку, приобнять, поддержать, поправить прядь волос, ничего не получится. Он буратино. Тут все очевидно, если мужчина не может спокойно пройти мимо зеркала и не может сказать ни одной фразы, чтобы не якнуть, дело плохо. Это нарцисс. Нарциссы в принципе не способны думать об удовольствии женщины, потому что они думают только о себе, любимых. Всегда. Сексуальных партнерш они воспринимают как более или менее удобный девайс для самоудовлетворения. О, посмотри, дорогая, какой я Казанова. Это сразу нет. Потому что действительно опытный любовник прекрасно понимает, что главная эрогенная зона женщины – мозг. И соблазнять ее нужно оттуда. Ты можешь представить себе женщину, которая с удовольствием будет слушать рассказы о том, сколько дев до нее побывало в постели потенциального любовника. Вот и мы не можем. И хороший любовник не может. Зато плохой уверен, что это сразу повысит его шансы. Но шансы победить на конкурсе кретинов это правда повысит, мы думаем. Нет, речь не о мужчине, который хамит тебе, с этими все понятно. Речь о мужчине, который хамит всем, кроме тебя, официантам, телефонным собеседникам, анонимам в соцсетях и случайным прохожим, которые имели неосторожность наступить ему на ногу. Важно понимать, что любой хам – агрессор. И агрессия не распространяется на тебя только потому, что он не хочет тебя спугнуть. Но в постели ждать от него ласк не стоит. Вообще никаких. А если ты любишь жесткий секс, тоже мимо, агрессоры не любят секс. То, чем они занимаются сексом, не назовешь, это максимум половой акт. Минутный. Бедняге не повезло, чувственная сфера у него бракованная. Еда и алкоголь – это удовольствие, которое ценят люди, способные это самое удовольствие и получать, и дарить. Остальные едят, чтобы набить желудок. И пьют, чтобы опьянеть. Сексом, как ты понимаешь, они тоже занимаются, чтобы кончить. И все. Зануда или маменькин сынок. Выбирать вариант не надо, они оба хуже. Как я скажу, так и будет. Любимая присказка моральных абьюзеров или псевдомочо. В первом случае хорошего секса не будет, потому что цель у мужчины совершенно другая, унизить тебя и получить удовольствие от этого. Во втором все еще очевиднее, он не будет делать то, что нравится тебе, он же тут мужик, он тут главный. И уверяем тебя, он так себя ведет с самого начала сексуальной жизни. То есть это бревно еще и необычаемо. Лучшие любовники и любовницы, кстати, это люди, которые больше любят дарить подарки, чем получать. У них необычайно сильно развита эмпатия, чужую радость они чувствуют так же ярко, как собственную, только к ней идет еще и бонус, благодарность одариваемого. Понимаешь, да. В сексе они ведут себя так же, в первую очередь доставляют удовольствие партнерша, и уже от этого получают его сами. Жадубы партнершу не чувствуют вообще. В принципе. Отпускает похабные шуточки в адрес женщин. В разговоре называет кого-то бабой. Рассказывает тебе, где, по его мнению, место женщины. До свидания. Сексисты не бывают хорошими любовниками никогда, просто потому, что в их парадигме женщина, не совсем человек. Существо второго сорта, созданное природой исключительно для того, чтобы служить мужчине и ублажать его. Ты же ничего не получишь. Совсем. Ну, почти. Если мужчина целуется так, словно у него во рту припрятано золото партии, и он боится его случайно выронить, дело плохо, конечно. Но в целом поцелуй, который тебе не нравится, скорее расскажет о том, что вы не совпадаете, чем о том, насколько он хороший любовник. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok